Две больницы на севере Сирии в понедельник подверглись ракетным ударам. В провинции Идлиб пострадал госпиталь организации «Врачи без границ». Восемь сотрудников пока не выходят на связь. Правозащитная организация со штаб-квартирой в Лондоне подозревает, что снаряды были выпущены российской авиацией. В городе Азаз, неподалёку от границы с Турцией, ракеты попали не только в больницу, но и в здание школы. По данным местных медиков, по меньшей мере 14 человек погибли, включая нескольких детей. Некоторые пострадавшие говорили, что на них сбросили бомбы с российских самолётов. Город находится в руках оппозиции, которая сражается против войск Башара Асада. Правительственная армия подступает к нему с юга, а курдские повстанцы – с запада. Турция с субботы наносит артиллерийские удары по позициям сирийской армии и курдского ополчения. Премьер-министр Турции Ахмед Давут-Аглу в понедельник, направляясь в Киев на встречу с украинским коллегой Арсением Яценюком, заявил, Анкара не допустит, чтобы Азаз попал в руки курдов. Во время пресс-конференции в Киеве турецкий премьер сказал, что удары по центру Азаза были нанесены российскими баллистическими ракетами. Давут-Аглу заявил, что Россия пытается навязать международному сообществу выбор. На территории Сирии будет либо режим Башара Асада, либо боевики запрещенной группировки «Исламское государство». Москва проводит военную операцию в Сирии по просьбе президента Асада. Но утверждает, что наносит удары только по позициям радикальных исламистов.